Тонев трубы трубили, рано на заре, рано на заре. Плакала душа, ленушка, парусонька си, парусонька си. Вечер мою косоньку матушка плела. Ну мы жили в городе, в квартире и у него там была работа. А тут я приезжаю и батя в селе там навоз корова Маши хвостом. Ну я думаю чего он такое сделал. Я долгое время как бы не понимал этого. А потом ну просто как не знаю постарше стал что ли. Но вот ну прочувствовал прям вот эту корову. Вот кто это. Потому что я так на них смотрел далека там по телевизору. Откуда там где-то коровы просто как скотина там они в общем ходят. Но как вот личность корова я никогда раньше не относился. Вот уже второй день мы находимся на территории приюта для коров. Называется он пхуми, что с санскрита переводится как земля. Олег Михайлович придумал гениальную формулу, по которой действительно можно заботиться о коровах. Он выкупил у всех крестьян коров, но отдал им их в пользование. Они берут у коров молоко, заботятся о них. Но есть единственное одно важное условие. Эта корова должна умереть только своей собственной смертью. А я заботчийся о коровах. И я смотрю, что люди, у которых мне приходится вкупать коров, ну чтобы они не попали на бойню, по своей сути хорошие люди, добрые люди. Они не убивают этих коров, потому что они ненавидят их. Как можно ненавидеть живое существо, например, которое 15 лет или 10 лет тебя кормило? Литр молока стоит по цене воды. Вы идете в магазин и покупаете минеральную воду за 10 гривен пол-литра. И вы идете на базар и покупаете литр молока за 10-15 гривен. Что такое произвести воду? Это просто открыть кран и набрать в бутылку. А что такое произвести молоко? Это выкормить эту корову. Это заготавливать корма, доить, кормить, чистить, ухаживать, лечить и так дальше. Поставлена так экономика, что содержание коров является убыточным. И мы уже не пытаемся извлекать с этого прибыль, мы не пытаемся как-то выстраивать бизнес-модель. Мы понимаем одно, что нужно спасать их, потому что система беспощадна. Если не выгодно, то тебя не должно быть. И все. Вот это все, это группа смертников, которые были приговорены людьми к смерти. Мы же прикладываем максимум усилий, чтобы дать им возможность сохранить им жизнь и выпустить их на те луга, которые мы снимали сегодня с утра. Где бы они беззаботно паслись, радовались жизни, а мы просто наблюдали, лицезрели эту картину и были счастливы от того, что кого-то мы сумели спасти. Кто-то избежал вот этой жестокой участи. Кто-то избежал просто ножа. Вот. И в принципе в этом заключается смысл нашего пребывания в этой деревне. С Крыма звонили друзья и они говорят, здесь такая ситуация очень сложная. У нас тут есть коровы и тут есть также и местные жители. И они очень обозлены тем, что эти коровы все время залазят там то в виноградники, то в огороды, то еще куда-то. И они нам поставили ультиматум, если мы не вывезем коров в течение суток, то они их просто отправят на бойню. Вы можете принять этих коров? И я конечно же, когда я услышал трубку, что коровы и бойня, что им грозит опасность, я не мог сказать нет. Я сказал, да конечно, что для этого нужно? Они говорят, ну 3000 гривен оплатить дорогу, машину. Я сказал, привезите. И вот они сутки, пока коровы оттуда ехали сюда, мы тут готовили сараи, начали уже заготавливать сено, сеновал. Сосед приходит и говорит, я смотрю, вы так сильно любите коров. А у меня вот две коровки, они уже мне отслужили, они уже старенькие. Я хочу их поменять на новые, но мне не поднимается рука отдать их на бойню. Вы примете у меня этих коров? Ну что мы скажем? Нет, отдавайте на бойню, убивайте. Но прошло совсем немного времени, людей много приезжает. И соответственно, мы начали подумывать о том, чтобы покупать другие дома, ну чтобы заселяться. И тут Афанасьич продает на углу там все свое хозяйство. И мы же не могли сказать, вот все это мы покупаем, а коров отправьте на бойню. Нет, мы сказали, конечно же берем. И так появилась у нас Марта и Зорька. И она потом, после того как дала жизнь Раме, она пять лет доилась без отела. Там потом еще соседи привезли, потом у нас два теленка родилось здесь. А потом с оси я прохожу, а соседка грузит теленочка маленького на прицеп. Я спрашиваю, куда вы его? Ему ж вот еще пуповина не засохла, он маленький. Она говорит, а что, ну что мне ждать? Он в день выпивает 10 литров молока. За полгода этот теленок выпивает молока в стоимость коровы. Поэтому мне абсолютно невыгодно его держать, поэтому я его отдаю там. А я спрашиваю, сколько это стоит? Мне там, по-моему, сказали 500 гривен. Ну а у нас-то, слава Богу, коровы были, молоко было, только два теленка. И я дал 500 гривен, забрал этого теленка. Это первый теленок, которого вот мы с теленка взяли. И вот я его пустил, он там в загоне с этими двумя маленькими, которые у нас родились. Играются, счастливые, все, и я прихожу по утрам. Вот я читал молитву, ну читаю молитву, там джапа называется, джапа-медитация. И я приходил в коровник, вычитываю свою джапу. Читая, я наблюдал за тем, как себя ведут коровы, телята. Вот я смотрел, и вдруг я заметил такую закономерность. Два теленка, которые родились у наших коров, абсолютно счастливы. Они брыкают, такие резвые детки, ну реально просто с них счастье аж излучалось. А вот этот, который он тоже получал так же самое, 10 литров молока, но он как-то в сторонке. Он даже пытался как-то играться, но в нем была какая-то грусть. И я сидел и не мог понять, что я начал спрашивать у ребят, говорю, он пил молоко? Да, пил. У него стул там нормальный, он не поносит, он не болеет? Нет, все нормально, он все хорошо ест, пьет там, все хорошо, как и все. И у меня начался, то есть я начал задавать вопрос, что меня волнует, что он не такой счастливый. И потом потихоньку я просто начал наблюдать, два теленка, которые у нас родились, они через забор с мамкой переговариваются. Му, 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 му на протяжении. А тот так жалобно, мэээ, даже не му, а знаете, такой какой-то мэээ. А в ответ тишина, мама не отвечает, потому что она далеко. Я понял, что счастье этого теленка не в количестве молока, которое он имеет, не в количестве там этих всех удобств, да, там даже не жизни сама, а ему крайне важно общение с мамой. Его мама молоко дает для него, потому что ее покрыли, она родила, пик ее любви возрос, она начала давать молоко, лактация, все. Люди это молоко вытаивают и на базар за деньги, а теленочка в телегу на бойню. Растилалась плющом, украшалась дождем, желтый лист плетая в косу. Шли стадо оседлых жнецов, Утекала вода, пусть я рек. Замирала звезда на закате дня, Засыпал в траве человек. Ай, люли, люли мои, Баю-баюшки, люли мои, Ай, джа-даги, жалам джа-даги, Ау-на-махши-ба-як. Тот, кто осмелится пролезть под быком, все тонкие сущности демонические остаются сзади в тот момент, когда вы пролазите под быком. Правда? А можно тут под ним лечь? Не пролезая? Вот здесь, под шеей? Не-не, надо туда, между ногами пролезть. А я боюсь, а вдруг он меня легнет? Вот это же вопрос. Очень хотелось рассказать о важности коровок. Это не просто животное, это не просто чистые животные, это волшебные животные, это волшебные существа, так скажем так. Корова-мать. Об этом много говорится, описывается. Но не все понимают, что та женщина, которая хочет иметь ребёнка, обязательно должна попросить благословения коровки. Она даёт эту удивительную энергию стать здоровой в этом отношении, выносить ребёночка, почувствовать в себе эту материнскую энергию. Вот это очень важно. Просто в двух словах даже не опишешь, но помимо всех благословений, я просила благословений коровок. Когда женщины общаются с коровками, точно так же, как и мужчинам, необходимо общаться с быками, потому что мужчинам не хватает сейчас вот этой сильной энергии, как говорится, настоящей мужской энергии, которая есть в быках. Была ассоциация такая, что быки они агрессивные, кидаются, а тут они реально как собаки. Ты там даёшь им что-то покушать, они к тебе такие бегут, а особенно страшно, когда машина, там килограмм 230, я не знаю, сколько они весят, бежит на тебя, и ты думаешь, всё, снесёт, а она начинает тебя облизывать, играться, и ты думаешь, вау, какой-то немножечко переворот в сознании происходит. И потом пообщался с маленькими телятами, это вообще бомба. Просто когда люди, грубо говоря, покупают мясо, они покупают некий продукт, но они не имеют общения с этими животными. А когда ты начинаешь общаться с этими животными, ты понимаешь, что у них есть какой-то характер, эмоции, они там как-то, кто-то тебя боится, кто-то, кому-то ты интересен, он пытается тебя как-то изучить, кто-то прям вообще дружелюбный, ты понимаешь, что это сознание есть у этих животных, и это реально подкупает. Надо в её периметре чуть-чуть понаходиться, чтобы она смогла тебя обсмотреть, ну, посмотреть на тебя, понять, что, ну, твою энергетику, потому что они очень, ну, энергетику считывают очень хорошо, ну, как все животные, в принципе, подойти и дать сначала своими, даёшь руку, они тебя обморят. И потом потихонечку ты начинаешь чухать. И смысл в том, чтобы чухать в правильных местах и сильно. Потому что многие начинают так вот, ну, как кошечку, а это не кошечка. Там нормальный такой мешок, ну, мех, то есть, и жирок, который нужно прям чухать нормально. И тогда они понимают, потому что когда ты так мягенько как кошечку, они начинают бутсаться, но они просто показывают давай больше, наверное. А некоторые думают, что они, ну, то есть бутсаются из-за того, что им не нравится. Ну, то есть это тоже психология, надо понимать. Они очень любят под шеей, за ушками. Вот главное, вот всем говорю, нельзя трогать рога, потому что они, ну, не любят. Ух ты! А он как, такой общительный? К нам, получается, привезли, там одна ферма расформировалась, и к нам привезли всех коров оттуда, и вот вырожая, и еще одну кобылку. Быков содержат в хозяйствах максимум, там, до полтора-два года. Иначе после этого он становится крайне, крайне опасным для хозяина. Ну, я Муночка, привет, привет, моя кровь, привет, моя хорошая. Привет. Да, ты попрошайка, пришла проверить, что тебе тут дадут. Нет, какая камера. Она начала сниматься в кино. Да, она звезда. Это же корова-единорог. Да. Ой, не ближе от меня, солнышко. Вот, видите, какие сильные ноги у него. Он вообще огромный. Он, по-моему, самый тут огромный. Хорошо, да. Они в паре. Это вот Паларама и Хамси, тот светлый бык. Вот, их можно запрягать в телегу. Они обучены возить грузы, то есть служить людям своей силой. Вот, при этом, видите, абсолютно как мраморно. Я не сразу стал пастухом. Я много думал о том, как, чему посвятить свою жизнь, чему ее отдать, какому делу, что хорошо, что плохо. Много читал литературы. И у меня был такой духовный дневник. То есть какие-то реализации, какие-то свои заметки, встречи с интересными людьми. Я записывал там. И когда я приехал в безводное, я за один день списал 60 страниц. То есть реализации было столько, что за три года столько не было. Все сошлось. Мы же хотим чистой воды, чистого воздуха. Мы хотим занять себя какой-то правильной деятельностью. И простая жизнь с коровами – это ответ. Например, люди ходят в качальный зал в городах. Я тоже, когда живу в городе, ну, по работе, записываюсь в качалку и хожу, чтобы поддерживать физическую форму. Но все лето просто бросаешь тюки, и от этого кушают коровы, телята. От этого ты тоже получаешь мышечную массу. Я много общался с людьми за границей. Моим лучшим другом был Карстен Грунвальд, 10 лет, немец, который свою жизнь как бы отдал для образования. Он ездит по всему миру. Это организация ДАД, которая тратит миллионы евро на просветительскую деятельность в Африке, в странах третьего мира. То есть у нас надо построить дом, надо купить иномарку, надо иметь какой-то бизнес. Но в Германии это прошли уже 50 лет назад, да? Там уже давно благополучие у них. И о чем же они думают сейчас? Они думают о том, где взять чистый воздух, потому что в городах его нет. Немцы строят сумасшедшие деньги, тратят на то, чтобы строить очистительные системы, на то, чтобы строить современные электромобили. То есть тратят очень много денег на то, чтобы сделать мир чище. И вот, например, я знаю, что у меня такая книжка есть, там написано, что каждую секунду вырубывается два футбольных поля леса, который формировался тысячами лет. Я думал, все-таки какой же образ жизни выбрать, чтобы всем было хорошо, да? И приехал безводный и решил, что да, вот здесь, вот здесь все делается. Все, о чем говорят немцы, все, о чем говорят американцы, все, о чем говорят священное писание, все, о чем говорят просто умные люди, все, о чем говорят экономисты, все. То есть там все сходится. Я остался без всяких, я стал пасти, я стал просто бегать за пастухами, которые, у меня уже на то время было там образование и не одно, но я бегал за простыми пастухами, которые без зубов там, которые матерятся. Я бегал и говорил, что могу сделать, что могу помочь, как ты пастешь, как ты обгоняешь быков, почему ты за этим быком не пошел, смотри, вот тот отходит. И они нехотя мне говорили там, отстань там, что ты привязался там, но они такие не очень коммуникабельные как бы, но я все равно там вот ходил, ходил полгода, спрашивал, а что, почему воду так набираете, а почему вы вот так вот это делаете, а почему вот так. И в какой-то момент я понял, что я во всем разобрался, меня поставили пасти самого быков, я уже мог управлять стадом, 70 быков, я уже мог управлять им, я знал, как их пасать, запасать, пасать, припасать, всякие, выучил всякие пастушьи термины, пастушьи, всякие узлы и палки, как это все делать. И все, и так стал пастухом. До того, как я стал с ними общаться, я думал, что огромная разница между животным и человеком, но ее нету. На самом деле мы отличаемся от них только тем, что мы можем говорить, воспроизводить, и то, если послушать большинство людей, ничего умного там нет в том, что они говорят. Безводное – это удивительное место, потому что каждые три дня спасается жизнь. Каждые три дня спасается две жизни, или три жизни, или четыре, или приезжают по 20 жизней, то есть, и темпы, которыми спасается, но нигде в мире я пока не встречал, даже в Индии, то есть, нигде такого нет. Недавно приехала телега, и там были два теленка, они были замотаны, как средневековые узники. То есть, теленок – это вообще беззащитное существо, которое, если ты его так вот, ну, то есть, помочишь молоком пальцы и, ну, ему к носу, то есть, он будет просто за тобой идти. Но у людей настолько извращенное понятие, что они вот этих вот доверчивых существ заматывают в цепи каких-то маньяков, засовывают в такие железные кубы и куда-то везут, то есть, это говорит о том, что люди, они сумасшедшие просто, просто сумасшедшие, потому что, ну, что такое теленок? Теленок – это же теленок! Зачем его так заматывать? И что теперь в тебе изменилось? Смотри, ты постарел, но есть одно, не меняешься, осталось. И что теперь тебе нужно делать, когда ты понял суть свою? Кто ты есть? Я звучу о тебе, о тебе Я звучу о тебе Украинская серая порода Есть аналогичная порода, венгерская серая И вот в Индии, например, мы можем видеть зебу, они все это родственные коровы И их осталось фактически тысячу единиц на всей планете То есть это считается национальным достоянием Украины Украинская серая И, к сожалению, поголовье ее уменьшается И вот мы запустили такую программу спасения и сохранения как вида породы украинской серой Вот у нас есть несколько уже бычков У нас есть коровка И у нас есть небольшая, маленькая еще подрастающая телочка Вот, и мы очень надеемся, что их численность при наших усилиях будет расти максимально и увеличиваться Потому что они уникальные, они очень красивые Они необычны тем, что рождаются они рыжего цвета Потом они становятся темно-серого цвета Особенно на зиму они темнеют почти черные А когда наступает лето, они становятся абсолютно белыми То есть такие трехцветные коровы Но они меняют в зависимости от времени, места и обстоятельств Ну, очень уникальная порода Вот, и мы делаем все возможное, чтобы сохранить их и защитить их от истребления Мне всегда казалось, это настолько лицемерно Говорить, я люблю животных Поедая при этом котлету или даже обсасывая какую-то кость Мне говорили, ты будешь одинокой, больной и скоро умрешь, если станешь вегетарианкой Это было в 2012 году И меня пугали, что замуж я тоже не выйду Но вот уже прошло столько лет И я окружена прекрасными людьми, друзьями, вегетарианцами Мой муж вегетарианец, я не оказалась совершенно одна в полном одиночестве И я, видите, уже сколько лет Уже 2018 год, ну и я жива и здоров Пространство любви возможно создать на определенной территории В которой более проявлена божественная природа И это изначальная или первозданная природа Но сейчас найти уголки с первозданной природой фактически невозможно Потому что везде человек уже интегрировал свое сознание, какие-то механизмы и все остальное И мы занялись поиском такого места Проездили очень много в Николаеве разных деревень И если честно, мы даже не обратили внимания, что село называется безводное Началось все с того, что мы искали место на земле, где мы можем оплатить наше желание поселиться Участок очень хороший, красивый Искали разные места И когда я приехал на наш Аропрабун Как раз появился очень удивительный участок Первый, где впоследствии и жили наши первые коровки Тихое, очень скромное село Я жил в безводном деревне И стали приезжать странные люди Странно выглядеть И отличаться от других Стали покупать дома, коров Олега я увидел И меня поразило, что он очень красиво улыбался, искренне Он был смуглый, такой большой Ну он и сейчас такой И красивая улыбка Очень такие белые зубы Ну и как-то это так По-особенному выглядит Ну я переехала, когда мне было 13 лет Это как раз разгар переходного периода Когда ты в принципе Все, что тебе говорят родители Ты особо не воспринимаешь И тебе хочется сделать все наперекос Тебе хочется самовыражаться Тебе хочется куда-то Ну с подружками гулять и все такое А тут меня увозят в деревню Куда-то, куда-то забитую Куда-то Ну и честно говоря Хоть я и очень любила природу коровок И мне это с самого начала нравилось Но я долго не могла смириться с этим Ну честно говоря И только потом После того, как я прожила там Где-то 5 лет Я реально поняла Что Меня начало тянуть в деревню Начало тянуть Ну коровка у меня с самого начала Как только я их увидела Меня начало тянуть Я, ну Особенно телят Они такие классные Ну Это вот моя жизнь Такая вот Моя душа Долгое время Мы переехали И у многих возникал вопрос Как же девочка 12 лет И вдруг какое-то Маленькое село На 3-4 улицы И что ей тут будет неинтересно Очень много родственников Переживали И знакомые Вот Но постепенно Эти вопросы отпали У нее очень много друзей По всему миру Потому что Опять же Есть интернет Есть сети К нам приезжало Очень много гостей С которыми Она подружилась И общается Вот Очень многие фестивали Мы посещали И у нас проходили фестивали Огромное количество людей Они просто свели Понятие любви Просто к интимным отношениям Заняться любовью Или еще что-то Но мы просто смотрим Смотрим на это понятие С духовной точки зрения А духовная точка зрения Это прежде всего Уважение И почитание Права И жизни Любого живого существа И вот эта территория На которой мы живем На которой мы трудимся И все наши действия Они направлены На создание Такого пространства При котором Не будет проявлено Или по крайней мере Это будет сведено К минимуму А желательно к нулю Это насилие В любой форме В любом виде То есть Это территория Где мы проявляем Ахимса отношения Ахимса на санскрите Означает Ненасилие То есть Мы взаимодействуем С коровами Мы взаимодействуем С лошадями Мы взаимодействуем С собачками С птичками С насекомыми Используя принцип Ахимса То есть Мы пытаемся Создать пространство Гармонизации Взаимоотношений И Человеческий интеллект В этом случае Он может служить Для создания Процесса эксплуатации Природы А также Он может служить Для гармонизации Взаимоотношений Живых существ Потому что Они В природе Существуют Таким образом Что кто-то Поедает Кого-то И наша задача Понять Что кто-то Предназначен Для кого-то В еду И это нормально То есть Например Там Лисица Она ловит Зайца Но она Не берет Пятизарядное Ружье На плечи Оптическую Трубу Выцеливает Этого зайца И стреляет Его ради Удовольствия Нет Лиса Догоняет Охотится Она Использует Свои навыки Для того Чтобы достичь Добычи А заяц Имеет Очень большие Уши Слышать И защищаться И это Всего лишь Взаимоотношения В которых Нет на самом деле Греха Но как только Человек Применяет Свой интеллект И начинает Природу Эксплуатировать В целях Получения Удовольствия Или удовлетворения Своих каких-то Эгоистических целей Гармония Нарушается Это уникальный Пример того Что Можно не убивать Как бы И при этом Все хорошо При этом Нет Многие задают вопрос А что вы делаете С бычками А что вы делаете С молоком А что вы делаете С телятами А что вы еще Да ничего Мы с ними не делаем То есть Есть определенные Например У нас есть много Быков и коров Но какие-то Из них уже Стареют Они умирают Собственной смертью Рождаются на их Место новое Приблизительно Стадо Оно по чуть-чуть Идет Прирост Но все равно Как бы Не в геометрической Прогрессии Как все думают И за то время Пока Стадо увеличивается Люди спокойно Могут все Организовать И для того Чтобы дальше Нормально жить Субтитры создавал DimaTorzok Определенное количество Людей решило Украсть Украсть у нас Бычков Которые Спокойно Паслись Себе На наших Пастбищах Ночью На них Отдели веревки Вывели их За пределы Нашей территории Почти за пределы То есть На окраине Нашей территории Двоих Сумели Прям ночью Зарезать Вот А Шива Он получил ранение Но все-таки Сумел вырваться Он же сбежал Целенаправленно На ферму Он прибежал К коровнику И начал просто Нистово реветь Ну просто Ужасным Таким страшным Ревом Пастухи выбежали Тут же Меня набрали Сказали Что вот здесь Шива С веревкой Какой-то У него Бок поцарапанный И идет кровь Я быстренько Сел на машину Приехал И я увидел Что да Действительно Веревка не наша И ранение Было видно Что это от ножа Ну вот И он Со всех сил Просто орал Мы быстренько Сели на машину И начали объезжать Увидели Что двоих Бычков Не хватает И быстренько Начали прочесывать В близлежащей территории Ну местность И с одной из посадок Стартанула машина С прицепом И начала убегать Ну вот Была двухчасовая погоня По ухабам По сельским дорогам По каким-то оврагам Мы просто видели Эту машину И стремились Сельски догнать При этом По телефону Позвонили в милицию Милиция среагировала Был перехват Ну в конечном итоге Этих негодяев Поймали Мясники проезжали С коровой Старой Такой Худой Очень коровой И Они там То ли дорогу Не могли найти То ли что И Ну мы у них Спросили Сколько хотят За корову Потому что Ну когда Проезжают мимо Тяжело Как бы Пустить ее дальше Потому что Смотрим И понимаем Что вот Если мы же Их сейчас Отпустим Они Поедут И зарежут И Как бы В наших руках Получается Ее жизнь Про нас Они знают Что мы Всегда Выкупаем Коров И что Ну по любому Вариантам Что мы скажем Нет Это сильно дорого Нет такого варианта Они сразу же Ломят цену И там Один молодой Мясник Ему 16 лет Он сказал Что Вот если вы Сейчас Нам столько Денег Не дадите То Я вот эту Корову Этого теленка Сам зарежу И сдам Вот Ну это вообще Очень так Жутко звучало Ну просто Объяснили ему Что вот Вас же как бы Армяне У вас же там К матери Относятся Как Священно А Ты просто Вот От коровы Молоко пьешь И Говоришь Что ты Мать Зарежешь Ну какой же Ты армянин Вообще Вот Мы обычно Обычно Так мы Разговариваем Вот И они В итоге Они согласились Там на цену Около Десяти тысяч За корову И с маленьким Теленком Вот Ну мы сразу Сразу же Там нашли Деньги Там где-то Одолжили Где-то Где-то Там Еще Со своих Запасов Взяли И в тот же День Их Выкупили Спасли Есть еще История Бека Виджая Который Получив Травму То есть Он там Резвился Получил Травму И повредил Себе Позвоночник И очень Длительное Время Мы пытались Всячески Вылечить Мы призывали Разных Врачей Просили Сделать Уколы Что необходимо Скажите Какие Нам нужно Делать Действия На что Они просто Смотрели И сказали Что Не мучьте Животное Просто Добейте Его Это все Лекарство И Нас Такой Исход Не устраивал И мы Делали Специально Тренажеры Вытяжки Вытягивали Его Ставили На ноги Он Там Были Какие-то Успехи Но все Же Он Не мог Стоять И ходить Не мог При том Что Уже Там Боли У него Ушли Все Но Он Был Парализованный Половина Его Тела Было Бездвижено Мы Делали Массажи Переворачивали Чтобы Не было Трофических Язд И Вот С Туром По СНГ Ехал Наш Духовный Учитель Это Александр Хакимов Или Его Духовное Мечтание Чандра Чарян Прабу Когда Он Проходил Ну С экскурсией По нашей Ферме Мы Привели Его К месту Где Лежал Виджай Вот Он Подошел К нему Снял Цветочную Гирлянду У нас Традиция Такая Что Когда Приезжает Кто-то Очень Почитаемый Очень Дорогой Гость Или Вообще Просто Гость То Мы Одеваем Ему На шею Цветочную Гирлянду Это Знак Нашего Уважения И почета И Вот Приехал К нам Наш Духовный Учитель Мы Одели На него Гирлянду Он Ходил С ней А потом Он Увидев Бычка Виджая Снял Себя Гирлянду И Переложил Ему На шею То есть Он Надел Ему На шею И После Этого Приложив Руку Колбу Ему Подержал Немножечко Вот Потом Взял Сухарики Покормил Его И Мы Отошли Буквально Там 20 метров Угостили Его Молоком Он Выпивал Молоко И Мы Увидели На глазах Исцеление То есть Виджай Поднялся У него Были Эти Перекрученные Суставы Потому Что Полгода Он Лежал Парализованный Что Такое Полгода Человеку Лежать А что Такое Быку Например Там 500 Килограмм Да Ну Это Масса Его Переворачивать Надо Было Все И Вот Он Поднялся Перекрученный И С тех Пор Он Начал По Несколько Шагов Делать И Вот Сейчас Это Один Из Самых Больших Огромных Быков Нашего Стада Вы Понимаете Что Это Не Бурян Это Еда Как Интересно Я Без Вас Не Разобралась Не Поняла Вот Вы Идете В Магазин И Покупаете Салат За Кучу Денег А Я Прихожу В Супермаркет Если Мне Нужен Уксус Я Беру Алычу Ну Да Она Кислючая Да Хороший Вариант С Натуральной Маме Мне Нужно Что-то Сладенькое Я Беру Вишню Или Сливу Например То есть Инвели Или Виноград Мы потихоньку это все начнет расти это лебеда которая пирожки с ней вот салаты если мы например вот это лебеда здесь мы выращиваем саженцы деревьев а потом их высаживаем уже на территории принципе заключается мы ничего не вырываем а только досаживаем ну и потом уже деревья сами по себе то есть вот они показывают кто будет расти а кому не нужно расти это вот редчайшее дерево павловния называется это самое быстро растущие дерево в мире вот одна из самых дорогих древесин очень большой объем листвы дает что благоприятно для почвы потому что сейчас если мы говорим о почве она больна псориазом то есть она лысая должен быть минимум 40 сантиметров это биогумус это опавшие листья то есть органика в которой будут жить черви жучки и червячки все все те сейчас им негде жить и поэтому на поля льют химию потому что органика листья там эти стебельки все она не усваивается потому что червяк это зубы земли он перетирает и превращает это в органические удобрения и вот мы получается вот коробки они дают как раз навоз который в конечном итоге и превращается в этот биогумус посмотрите наша грядка мы раздвигаем вот сразу червячок если мы вот возьмем и копнем эту землю мы увидим вот влажность вот видите червячки вот она жирная и вот мы видим что вот перцы растут огурчики цветут и саженцы орехов это вот это павловния вот семян выращен в виде какого она уже здоровенная ну я похож на какого-то запаха на вот нет не похоже загнанного знаете этого селюка хотя селюка от мозга костей до мозга костей это один из пяти самых ценных продуктов во вселенной их пять штук есть 5 5 продуктов считается ну шастры определяет самых 5 ценных и все они исходят от коровы это коровья моча коровий навоз ги то есть топленое масло которое мы говорили йогурт и молоко конечно самое экстремальное это коровья моча на самом деле ну вы же не будете отрицать факта урена терапия которая применяется в нетрадиционной медицине от лазарев например но это извращенное понятие ведической культуры то есть люди которые потребляют свою собственную мочу они в конечном итоге рискуют иметь рак крови лечились в древние времена уреной но коровьей то есть принимали коровью мочу почему потому что корова она уникальное животное у нее двухкамерный она идет собирает траву и вот корова на самом деле она при том что она витрянка ну вроде как общепринятая на и с траву но на самом деле она потребляя она является хищником потому что она выращивает еду внутри себя то есть на траве она выращивает бесчисленное количество бактерий которое переваривает и отсюда у нас появляется жирность молоке и белок чем больше ассортимент трав тем сильнее размножаются эти бактерии тем больше и жирнее молоко но самое ценное в этом всем знаете что это бактериофаги в бактерии против бактерий вот поскольку желудок связан с производством бактериальной флоры значит у нее в иммунной системе должна присутствовать система подавления численности бактерий иначе не просто разорвут поэтому у нее есть весь спектр бактериофагов бактериофаг это живое существо цель которого найти бактерию нужного штампа прикосоединиться к ней и впрыснуть в нее свое днк через какое-то время эту бактерию изнутри разрывает бесчисленное количество таких же бактериофагов другими словами это божественная иммунная система и весь спектр этой иммунной системы заключается в лепешке коровьей когда вы бросаете воду эти бактериофаги начинают быстренько обеззараживать эту воду убивая в ней бактерии вплоть до вирусов туберкулеза и всего остального тогда возможно кто-то услышав вашу лекцию может взять и съесть кусочек навоза такое было у вас так? вы это употребляете такие вещи в пищу правильно? мы растираем это пыль на тарелочку посыпали это же трава по сравнению если мы с этой лепешкой зайдем в супермаркет то извините за такую прямоту на полках там дерьма столько по отношению к этой вещи у нас есть на территории большое количество сухих деревьев больших огромных сухих деревьев которые мы наложили табу на рубку этих деревьев хотя большое количество людей рубят даже свежие деревья не говоря уже о том что сухие они даже убеждены что сухостой нужно удалять из леса но именно эти сухостой деревья это как раз место базирования развития разных насекомых которыми питаются птицы мало того питаясь этими насекомыми они делают дупло в деревьях то есть в свежем дереве дятел дупло не продолбит а в этом дупле поселяется скворцы которые в конечном итоге уничтожают насекомых которые вредят плодоносным деревьям то есть и таким образом просто срубив сухие деревья мы вытесняем птиц из нашего орела обитания в дикую природу в леса где они там принципе и ловят этих камашек а мы своих камашек начинаем уничтожать дихлофосом химии которая оседает потом на наши фрукты на наше питание которое мы потом съедаем идем в аптеку и начинаем лечиться и это не интеллект это не проявление разума это примитивные проявления эгоистического я то есть я так хочу я так думаю я так считаю но мы должны просто прислушаться к природе посмотреть внимательно как она живет в недосягаемом человеке месте и просто создать этот оазис такой любви взаимопонимания и гармонии наш знакомый володю пробыл занимался пасекой и потом он ну что-то у него там планы поменялись и у него остались улики и он их привез эти улики и просто у нас на ферме оставил для хранения я не знаю мы вот мы так хранили как это ну он просто там на куче лежала сложенным и в один прекрасный момент я просто прихожу на ферму и понимаю что что-то очень много пчел летает когда я пришел и просто на дереве висит огромный клуб пчел вот я там нашел какой-то ящик подставил струсил это все но туда упала я закрыл крышкой они все туда залезли оказывается пчелы они все время следуют за маткой то есть матка основная и вот ее запах и весь роет и все пчелки они садятся вот она садится на ветку и они сразу ее облепляют запах их сохраняется и когда ты стряхиваешь и матка падает в ящик ты закрываешь его оставляешь дырочку и они туда залазит и потом они уже там начинают работать оттягивать там ващину производят вот пчела тратит три килограмма меда чтобы произвести килограмм ващины воска с которого они отстраивают соты потом эти соты наполняют медом и потом в эти соты личинка эта матка начинает откладывать личинки и так развивается семья и вот такая семья прилетела ее стряхнул посадил в ящик потом два две сразу в день прилетела тоже на разных кустах 7 было уже в ящиках а потом тут в селе прилетел рой ну короче на нас было целое нападение пчел то есть 15 раев за один сезон к нам прилетела на пасеку и 15 уликов было забито пчелами я позвал вот володю пробую говорю что с ними делать они там жужжат что-то там делает может там как-то заглядывать и он пришел показал мне рассказал я такой думаю ну да хорошо но но у меня коровы быки там все это мне надо делать а тут еще пчелы и как мне с этим всем совладать а потом он но он несколько раз приезжал и я там помогал ему поддерживал а потом смотрел как он рассказывал и мне понравилось устройство семьи пчелиной потому что там нету халявщиков там все работают каждый выполняет свою функцию и свое предназначение даже тот трудень который вот сейчас обидное слово говорят ну ты трудень трудень его задача сидеть в улике и кушать вот кушать только для того чтобы иметь возможность потом когда матки нужно облетаться то есть а получить оплодотворение он должен взлететь и иметь силы лететь за ней как можно больше потому что матка улетает максимально высоко а потом начинает с труднем соединяться и падать и вот пока она падает несколько трудней и и оплодотворяет и это на всю жизнь то есть у матки происходит соитие один раз на всю жизнь и потом она это 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 молочко полученное она уже потом распределяет за всю жизнь плодоносия живет она до четырех-пяти лет вот и всю жизнь вся все устройства вот в улике все вокруг мамки королевы и вот так пролетело и мне стало это интересно интересно тем что там все четко там все правильно там все хорошо там они труженицы они 24 часа в сутки никогда не спят они все время работают там одни чистят эти ячейки одни носят мед другие принимают этот мед и перекладывают другое место в проветривают третий сидят на прилетной доске и делают крыльями вентиляцию четвертые летают на цветки и собирают этот нектар и носят которые уже состарились у которых крылья уже почти стерлись они сидят на прилетной доске охранники то есть они уже не могут летать носить мед их задача охранять улики если появляется объект который вот как я с бородой например на медведя похож они тут же сразу летят и и кусают то есть их задача защищать умереть защищая семью и там каждый каждый кто-то что-то вычищает вымывает там у них чистота они продувают это вентилирует потрясающе я думаю вот если бы человечество устроилась по образу и подобию пчелиной семьи ну с элементами труднее я не совсем согласен потому что там судьба жестокая конечно но я понимаю что это гармония все равно они согласны на это они рождаются труднями для того чтобы выполнить свое предназначение вот там гармония и результат этой гармонии это продуктивность пчелы производят меда во много крат больше чем им необходимо через для зимовки я вот пользуясь сентиментами там например не ну решил оставить мед вообще не трогать не забирать у них то есть ну пускай будет да то есть вот я там разработал систему баночек что лишнее они откладывают и в улик я решил думаю не буду забирать так у меня на а в одну зиму я оставил этот мед и некоторые семьи им было очень сложно выжить потому что много было меда и он же холод набирает в себя и это был как холодильник жидкость терпите держит холод а им нужно оставить там с расчета я уже там изучаю сколько там нужно на семью столько рамок меда и там несколько раз подложить меда ну сверху там такие кормушки чтобы вот весной они вышли и все и они потом выходят очень здоровые крепкие мы съездили в город я приехала я сразу ощущаю когда отступаешь по земле это настоящее счастье того что живешь осознание то что живешь в городе очень тяжело когда уже много лет здесь прожил это понимаешь многие не замечают как бы вот здесь есть сельские жители этого не замечают а когда ты можешь сравнить это ступаешь ногами по настоящей земле не заасфальтированы и слышишь запах тех трав особенно это тишина которая наслаждает и успокаивает очень дает силу я материалист но с материальной точки зрения защиты коров и жизни на земле простая жизнь она бесконечно много плюсов имеет почему даже если ты супер богатый человек у тебя нет доступа нормальным продуктом потому что вы вы едите испанский салат знаете что в испании есть парник которые по величине когда не где работают русские украинские которые где овощи уже давно не растут в земле то есть все овощи которые лежат на полках супермаркете в коблево феодосии в киеве во львове это все вырабатывается вот в этом испанском парнике где работают гастарбайтеры с востока и там просто помидор он висит в воздухе и корень его в вате и там капельным методом минералами то есть сделать эти помидоры если у тебя миллион долларов ты не можешь попить молоко потому что то что сейчас продается это уже давно не молоко если вы возьмете например любую любую марку молока казкова это будет или любое другое этим маркам уже по 20 лет но вкус молока не меняется о чем это говорит о том что это все вранье там не молоко потому что корова в зависимости от того какого у нее настроение что она есть какая погода какая температура воздуха она дает молоко которое чуть-чуть отличается по вкусу а тут молоко все время одно и то же то есть у них есть химическая формула и они по ней как бы и продают молоко то есть неважно сколько у тебя денег у тебя нет доступа к тыкве к яблокам ты не знаешь что такое капуста ты не знаешь что такое специи потому что этого просто в мире нет уже да это же агрессия сейчас включите телевизор посмотрите непонятно что они делят за что они там сражаются воюют одни нападают на других другие на третьих там что-то кидают бомбы какие-то для чего вы же находитесь в одном доме в одном доме зачем вы взрываете в этом доме снаряды просто договаривайтесь просто любите друг друга просто кормите друг друга ложкой а лучше бы они скидывали на эти города на эти места на эти конфликты бомбы милосердия то есть гуманитарную помощь кидали везде где только конфликт появляется вот туда надо было бы кидать много подарков людям и и и